МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фискальная децентрализация запорожских депутатов и другие итоги сессии городского совета. Полиовируса нет, ситуация под контролем. Будни запорожской обл.эпидемстанции. Что такое маст-рестлинг и при чем здесь Мелитополь? Зебра или мировые тенденции современного искусства? Сессия городского совета в Запорожье. Депутаты приняли решение по корректировке бюджета города. Это программы по финансированию природоохранных мероприятий, сферы ЖКХ, образования и социальной защиты. Депутаты утвердили программу развития первичной медико-санитарной помощи. Для ее реализации необходимо 106 миллионов гривен. Также одобрены решения по развитию запорожского аэропорта. На ремонт терминала, приобретение оборудования и навигации необходимо порядка 17 миллионов. Еще 5 миллионов пойдут на установку ограждения. По решению горсовета, людям в военной форме не будут продавать алкоголь. Ограничения действуют на период проведения антитеррористической операции. Кроме того, депутаты единогласно одобрили создание городской детско-юношеской спортивной школы «Металлург Запорожье». Достроить или демонтировать? Привокзальная площадь снова в центре внимания общественности. Еще неделю назад там активно велось строительство. Сейчас, благодаря вмешательству депутатов и неравнодушных горожан, оно приостановлено. Что ждет площадь, которая встречает большинство гостей нашего города? Далее в сюжете. Вместо строительства временных остановочных павильонов – капитальный фундамент. До недавнего времени на привокзальной площади работа кипела. У арендатора разрешение на временные остановочные комплексы. После того, как мы увидели, что строится капитальный фундамент, глубину 1,4 метра, понятно, что никаких временных в сооружениях речи не идет. И арендатор неоднократно под камеру, в том числе на заседаниях комиссии, на выездной и в городском совете, подтвердил, что да, он строит капитальное сооружение. Стратительство на площади останавливалось несколько раз, но с завидным постоянством возобновлялось. Прошлый архитектор, который был в управлении архитектуры, выдал местоподействие разрешения, и арендатор снова принялся за старое. Нарушать закон и нарушать условия договора. Неделю назад на стройке состоялось выездное заседание представителей земельной комиссии. Тогда депутаты рекомендовали приостановить строительство и демонтировать фундамент. Отчитаться о проделанной работе застройщика пригласили на заседание профильной комиссии. У депутатов возникает вопрос, каким должен быть объект – капитальным или временным? Прочитали всю декларацию и не зрозумели, что вы там тимчасовые павильоны, или не тимчасовые. В декларации, где мы видим, что вы тимчасовые? Что они тимчасовые? Где вы? Декларация возникает только на капитальные споруды. И весь наш спорг именно в том, имеем ли мы право строить капитальные споруды или нет. Именно для этого мы подаем документы. Впрочем, времени на экспертизу нет, говорят депутаты. Ведь за один день застройщик может возвести стены здания. А капитальное строение противоречит, по словам членов комиссии, условиям, на основе которых выдавалось разрешение на строительство. На сегодняшний момент не только нам подают, но только подают. Вы изначально в ГАЗ подали неправдивую информацию, правильно? Да, я думаю, что ГАЗ будет у нас иметь какие-то вопросы. На заседании комиссии депутаты дали застройщику время до 26 февраля на принятие решения о демонтаже фундамента. И как стало известно сегодня, представитель компании согласился с условиями депутатов. Фундамент уберут, а в ближайшее время на площади появится временный остановочный комплекс. Ирина Погорена, Игорь Бахиркин, Дарья Зырянова, Олег Мовченюк, ТВ5. Публичные электронные закупки в действии. В Запорожье стартовало обучение по использованию сервиса Прозорро. 16 февраля запорожский городской голова распорядился внедрить электронную систему в работу коммунальных предприятий и органов власти в рамках реализации закона о публичных закупках. Работники запорожских КП уже приступили к занятиям. Ольга Пескун – одна из представителей портала Держзакупивли онлайн в Запорожской области. Сейчас специалисты проводят тренинги по использованию электронной системы Прозорро. Ее задача – сделать закупки и тендерные операции прозрачными для всех горожан. Только любой житель нашей страны, даже будучи не участником этой программы, будучи даже любой активист, может любой человек зайти на… просмотреть всю тендерную документацию, может посмотреть, есть ли какие-то нарушения, скарги. Внедрение сервиса Прозорро проходит в рамках реализации закона о публичных закупках. Специалисты говорят, электронная система значительно облегчит работу предпринимателей. Это большой выход для бизнеса, потому что они могут торговать с государством, поскольку раньше бизнес не очень активно это делал, потому что все прекрасно понимали, как проводились тендера. Они до сих пор как бы немного в пространстве, что не верят, что это действительно правда, что действительно можно выиграть тендер, поторговать с государством, что-то предложить какие-то свои услуги. Лето местные органы исполнительной власти и другие заказчики товаров и услуг должны полностью перейти на использование электронной системы. Чтобы ознакомить представителей управленческих структур и коммунальных предприятий с работой и сервиса, в Запорожье и проводятся тренинги. Заказчики, то есть департаменты управления, остальные коммунальные предприятия и заклады попадают у нас под действие этого закона с 1.08. Но не дожидаясь этого, как я сказала раньше, городским головой принято распоряжение. И сейчас могут с 50 тысяч применять электронные закупки. В Запорожье уже есть примеры удачных контрактов, благодаря использованию системы ProZorro. Сейчас у нас водоканал на сегодняшний день проводит 65 закупок. Из них 12 закупок состоялось. Экономия средств больше 22 тысяч. Мы начали в тестовом режиме еще в январе месяце. Ну, немножко не получалось. Потом чуть-чуть подучились. Спасибо тренингам. И с 29 января мы начали уже работать в этой системе. Облегчает работу, сокращает сроки выполнения заявок, те, которые нужны для предприятия. Ну, я считаю, что это удобно. До 15 марта обучение по использованию системы ProZorro пройдут представители всех управленческих структур и коммунальных предприятий Запорожья. Представители же портала Держзакупивли онлайн будут и далее проводить консультации. В любом случае, кому-то какие-то вопросы, кому-то что-то неясно. Наши двери всегда открыты. Мы здесь работаем с понедельника по пятницу. То есть, пожалуйста, могут приходить без проблем. Мы поможем, расскажем. И можем вместе попробовать сделать первый тендер, первую закупку. Анатолий Журавлев, Константин Пороскевич, Дарья Зырянова, ТВ5. В некоторых городах Украины новые полицейские уже несут службу. А в Запорожье только сели за парты. В феврале на базе Запорожского училища профессиональной подготовки полиции стартовало обучение почти 400 юношей и девушек. Все они прошли отбор в ряды патрульной полиции. Как проходит учебный процесс будущих запорожских копов в материале Кристины Залевской. Олеся – мать двоих детей по специальности переводчик немецкого языка. В полицию пошла, так как хочет, чтобы ее дети чувствовали себя в полной безопасности и жили в правовом государстве. Меня мой муж поддержал. Я понимаю, что это очень сложная, ответственная работа. Я готова. Я не боюсь, я отважный, смелый человек. За 9 недель обучения курсанты должны освоить более 20 основных дисциплин. Теоретические, связанные с административно-правовыми вопросами. Среди практических – огневая и тактическая подготовка. До теоретичных дисциплин относятся, можно назвать такие дисциплины, как квалификация злочин и засады криминального проведения, административная ответственность и проведение в справах про административные права порушения, выбухотехническая подготовка, коррупция, протидея торговли, протидея насильства семьи. Во время практических занятий патрульных учат находить подозреваемого на открытой местности и защищать себя. Не забывают и о правилах осмотра помещений и остановке автомобилей. Но практиковаться на дороге курсантов отправлять не собираются. А вот при тактическом обучении часто используется опыт западных полицейских. Остановка транспортного средства на сегодняшний день, главное отличие, осуществляется не с помощью жезла, а с помощью проблесковых маячков, пиццелевача, гучномовца и сирены. Остановка транспортного средства осуществляется не блокированием автомобиля, а сзади подозреваемого автомобиля подозреваемого. То есть патрульный автомобиль располагается на дистанции от 3 до 5 метров. Основная часть обучения курсантов – практические занятия. Только огневой подготовке уделяют 4 академических часа в день. Большинство из этих парней и девушек впервые держат пистолет в руках. Инструкторы отмечают – первые недели обучения проходят без грубых ошибок. До экзамена далеко, только начало. Пока все стараются, все пока получается. Пока. Да, там, естественно, все зависит от желания и способностей. Но я думаю, все будет хорошо. Олеся переживает. За 8 недель освоить практические навыки и теорию будет проблематично. Поэтому сейчас все свободное время посвящает самостоятельному изучению будущей профессии. Стараемся учить. Прошло только 2,5 недели нашего обучения. Достаточно материала мы освоили. Больше приходится, конечно, самостоятельно обучать. Дома садимся, открываем наши материалы, которые нам распечатали. И читаем, читаем, учим, учим. То есть без самостоятельной работы ничего не получится. На базе Запорожского училища профессиональной подготовки полиции обучается около 400 курсантов. 100 из них – женщины. Удастся ли будущим полицейским заслужить доверие запорожцев, станет известно уже через 2 месяца. Кристина Залевская, Денис Ополев, ТВ5. На кону две жизни. Больше недели медики областного перинатального центра борются за жизнь 20-летней Юлии Петренко и ее еще не родившегося на свет малыша. Специалисты утверждают, ранее с такими случаями еще не сталкивались. Родные и близкие Юлии надеются на помощь всех неравнодушных людей. Подробнее Галина Знаменская. Юлия Петренко родилась и выросла в Великой Белозерке. Работала продавцом в местном магазине. Через 8 месяцев у девушки должен родиться ребенок. Но на прошлой неделе Юля почувствовала себя очень плохо. Температура поднялась, вызвали скорую, привезли скорую в больницу. В больнице у нее начался уже как бы болевой шок головы. Да, болевой шок головы и уже все. Она уже себя не понимала и кричала ужасно. Юлю в коматозном состоянии доставили в Запорожский областной перинатальный центр. В результате проведенной диагностики медики поставили диагноз – серозный менингит. Ранее врачи не сталкивались с подобными случаями. Она поступила в крайне тяжелом состоянии, поэтому были подключены так называемые интеллектуальные аппараты и искусственной вентиляции легких. У нас, слава богу, есть такое оборудование. Состояние пациентки улучшилось. Она в сознании, она контактирует, выполняет команды, то, что мы просим. Для спасения жизни Юли и ее малыша потребовалась немалая сумма. 50 тысяч гривен на лекарственные препараты выделили из областного бюджета. Собирают средства на лечение и жителей Великой Белозерки. Узнала про это горе, создала группу ВКонтакте, сама предложила помощь. Раскрутила уже группу, там 400 с чем-то человек у нас уже в группе. Это буквально за неделю мы собрали великое количество уже человек. Там люди откликаются из всей Украины. Это магазин, где работала Юля. Здесь установили кружку для сбора средств на лечение девушки. Здесь люди бросают 10 копеек, 20 копеек, 50, кто 100, кто что может. Мы рады каждой копейке, потому что в селе ее все знают с очень хорошей стороны. Это очень хороший человек, очень хорошая девочка. А семья одна мама, помочь некому. Спасти мы спасем не одну Юлю, а спасем две человеческие жизни. В Великой Белозерке проживает около 9 тысяч человек. Большинство из них хорошо знают Юлю. Переживают и надеются, что медикам удастся спасти жизнь не только девушке, но и ее ребенку. Она такая очень коммуникабельная, очень открытая девочка. И когда случилась эта беда с ней, мы практически всем селом пропустили эту беду через себя. Оказывается, у нас очень много добрых, отзывчивых людей. Люди отозвались на эту беду и стараются всячески помочь в этом. Мы все очень сопереживаем в семье, очень волнуемся за Юлю. Помочь Юлии Петренко и ее ребенку можете и вы. Для этого надо связаться с ее мамой. Номер телефона вы видите на экране. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, Руслан Жевченко, ТВ5. Тревога оказалась ложной. Информация о том, что в сточных водах найден полиовирус, не подтвердилась. Сотрудники областной санэпидстанции ежедневно проводят всесторонние исследования, чтобы контролировать состояние окружающей среды в городе и регионе. Как это происходит, видели наши корреспонденты. Это санитарно-гигиеническая лаборатория областной санэпидслужбы. Ежедневно ее работники выезжают на отбор проб и привозят их сюда для исследований. Наша лаборатория занимается проведением мониторинга социально-гигиенического окружающей среды Запорожской области. Это вода питьевая, вода в водоемах и атмосферный воздух. На этих кадрах инженер санитарно-гигиенической лаборатории исследует воздух рабочей зоны. Таким же образом проверяют и воду. Ежедневно специалисты выполняют отбор, пробоподготовку, замеры, перерасчеты и в конечном результате выдачу протоколов. Мы делаем замеры. Пробу подготовили, профильтровали, теперь замеряем. Замеры идут в микрограмму в пересчете, потом пересчитываем. А это уже токсикологическая лаборатория. Здесь работы разделяются на две области исследований – полимеры и ядохимикаты. Специалисты работают с самыми разными предметами. Пищевые продукты, одежда, строительные материалы, предметы интерьера и даже мебель. По обращению граждан проверяют эти вещи на наличие вредных веществ. А в этой лаборатории работают с различными вирусами – энтеровирусы, ОРВИ, грипп. Результаты исследований отправляют в Киев, оттуда – прямиком в Лондон. Там на основе выявленных вирусов делают вакцину на будущий сезон. В этом году запорожские специалисты уже выявили 25 вирусов. Для работы необходимо оборудование соответствующее. То есть заражение, сейчас вы можете посмотреть, заражение сейчас проводят. Они проводят боксы биологической безопасности. Сейчас работают лабораторные боксы биологической безопасности. То есть работа в боксе только в зоне находятся руки. Там ламинарный поток воздуха, он отсекает всю бактериальную и вирусную флору. То есть оператор не может заразиться. В целом специалисты говорят, эпидемия заболеваний ОРВИ и гриппом завершилась. Кроме того, не стоит бояться и заражения полиовирусом через воду. Санэпидстанции утверждают, что все показатели в норме. Не подтвердился этот слух. К счастью, мы систематически ведем контроль бактериологический, вирусологический, даже гематологический контроль за качеством воды. Поэтому никаких отклонений, которые бы вызвали тревогу среди населения по качеству воды, пока нет. Евгения Маловик, Дарья Зырянова, ТВ5 Стихи из окопа и футбольная сказка, которая стала явью это и многое другое, далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Кому война, а кому мать родна. Контрабанда в зоне АТО. 16 друзей Пороха. Пополнение в Бердянском зоопарке. Маст-рестлинг или перетягивание палки. В Мелитополе прошел Кубок Украины. Берите в руки карандаш и начинайте праздник ваш. Главное, чтобы мама не помешала. Провокации круглосуточно, контрабанда ночью. Ежедневно на неподконтрольную территорию на востоке страны пытаются провести тонны нелегальных грузов. Как незаконная переправка товаров стала главным бизнесом в зоне АТО, в репортаже Евгения Мельник. Пограничники говорят, случаи перевоза контрабанды учащаются в ночное время, такое, как сейчас. На самом деле, еще не глубокая ночь, на часах около восьми вечера. Люди пытаются проехать объездными дорогами в надежде скрытно привезти запрещенный товар. Многие идут на такой шаг для того, чтобы не вносить таможенных платежей. На территории ДНР уже два месяца, как дает митница, которая сделает сбор митных платежей с товаров, которые завозятся до них на территорию, в количестве 10% от суммы товара. В ночное время на украинских пропускных пунктах не работает фискальная служба. Предприниматели пользуются ситуацией, пытаются прорваться на неподконтрольную территорию. Он нарушает приказ перевозника АТО о перевезении товаров между первой и второй линией. Только с разрешения фискальной службы. Включайте, у него нет фискальной службы. Предприниматели заверяют, сами не местные. На ту сторону ехать не собирались. Просто заблудились. Ночью, на линии разграничения, сгруженной машиной. Мы, скорее всего, просто проехали тот поворот. Первый раз едем. Скорее всего, что надо было туда ехать. Ну, это все лукавство. Он прекрасно знает, куда едет, зачем едет. За такие действия не привлекают к административной ответственности. Но и пропустить авто пограничники не могут. Есть ряд нарушений. Машина идет на разворот. Эта легковушка едет прямо перед нами. Водитель, вероятно, нервничает и выжимает педаль газ. Ну, вот это два клиента. Один и второй. Не, это даже не... Он понял, что уже на воде было. Приехал. Этот предприниматель также хотел проскочить на неподконтрольную территорию. Как и в первом случае, машину разворачивают. Не успели пограничники сесть в авто. Мужчина снова меняет курс движения. Мы же ему сказали, не ехать на ту сторону. Хорошо. Он себе куда ехал, туда едет. И никакой управы нет. Вот, пожалуйста. На обратном пути встречаем еще несколько предпринимателей. На этот раз без товара. Пограничники говорят, их уже предупредили. И нарушители избавились от груза. Обычно контрабандисты-нелегалы и ночные торговцы работают группами. От трех до пятнадцати машин. Их подстраховывают наблюдатели, которые сообщают о возможных проблемах. В ночной жизни АТО свои правила и законы. Некоторые их придерживаются, другие игнорируют. Недоработки в законодательной базе Украины пока не позволяют в полном объеме решить эту проблему. Елена Назаренко из Запорожья, Евгения Мельник, Сергей Чалый, Александр Кровец из Донецкой области. ТВ5. Творчество на передовой. Боец 55-й артиллерийской бригады помогает сослуживцам переживать все события войны при помощи стихов и песен. Свои произведения, которые иногда пишет прямо в окопах, он собирает в отдельную тетрадь. В гостях у военного барда побывала наша съемочная группа. Два года Александр защищает территориальную целостность нашей страны в зоне АТО. Служить пошел добровольно. На данный момент воюет под Горловкой. Я доброволец, а сам поехал в Десну, подписал контракт в 2014 году, 12-го месяца. И оттуда первый раз уже поехал сначала в Дебальцево, потом выход с этого, с Дебальцево и плюс на этот золотой. Свой первый стих Александр написал еще в школьные годы. Тогда даже не думал, что вскоре будет писать о войне. Я начал стихи где-то с 13 лет писать. Досил, у меня вообще первый стихок написал в три годика. Она попросила, папа, пиши, я буду рассказывать. А так, ну я где-то с 13 лет, потихонечку, потихонечку, где-то что-то не получалось, а потом песни. Практически все стихотворения Александр посвящает событиям на Донбассе. Мечтает, чтобы в стране наступил мир. Иногда листок и ручка помогают бойцу отвлечься. Своими песнями подбадривают и сослуживцев. Так и постараюсь писать то, что вижу, то, что знаю, то, что чувствую. Поэтому как бы о жизни. В данный момент моя жизнь – это вот защита нашей Родины. Поэтому об этом сейчас и песня. Я ухожу на поле боя. Я ухожу куда-то вдаль. Помогает пополнять коллекцию стихотворений и дочка Александра. Все свои работы боец хранит в отдельной тетради. Чтобы написать одно стихотворение, у Александра уходит не более часа. Уже в понедельник Александр снова коллекции песен и стихотворений вернется на поле боя. Ведь нашим бойцам как никогда нужна поддержка. Евгения Ли, Дарья Зырянова, ТВ5. Когда хобби становится работой, художнице Элине Элис удалось превратить любимое занятие в увлекательную профессию. Уже несколько лет она создает иллюстрации для детской литературы и даже сама пишет книги. С героями ярких страниц познакомилась Мария Маракелян. Художница Элина Элис родом из Запорожья, но уже долгое время живет в Великобритании. По специальности она экономиста, однако волею судьбы цифры в ее жизни сменили яркие образы. Мне предложили проиллюстрировать книжку еще до того, как я осознала, что я могу быть иллюстратором. Это была украинская писательница Лариса Ницой. Я ей нарисовала буквально пару рисуночков, просто как пробники. Они ей очень понравились, а она сказала, рисуй книжку. С тех пор Элина проиллюстрировала не одну детскую книгу. Художница постоянно совершенствует свое мастерство. Сейчас получает высшее образование в Кембридже. Авторский стиль Элины ни с чем не спутаешь. Даже отрицательные персонажи сказок приобретают добродушные черты. Но за красочными образами часто скрывается огромный труд. Иногда сложно найти то выражение лица, которое ты хочешь изобразить. Иногда композиция сложно дается. Иногда цветовая гамма, ты перепробуешь кучу и ничего не подходит. То есть каждый раз это какие-то свои сложности и нюансы. А иногда рисунок льется и ничего не сложно. У меня бизнес-склад ума. То есть я не растекаюсь мыслью по древу. Если у меня есть задание, я сажусь и я делаю дело по 8-10 часов в день, каждый день. Но я его сделаю. Художница работает с издательствами разных стран. При этом выступает не только в роли иллюстратора, но и сама пишет книги. Появляются какие-то идеи в голове, какие-то сюжеты, которые, я думаю, было бы здорово обыграть. Так как я еще и художник, у меня образы возникают в голове молниеносно. Как только появилась идея, я уже вижу образы. То есть я начинаю что-то там зарисовывать. Пока я зарисовываю, у меня идея обрастает текстом, какими-то словосочетаниями. Я быстренько на полях записываю, параллельно рисую. В будущем Элина мечтает показать свой вариант иллюстрации маленького принца и красной шапочки. А уже скоро в Киеве презентуют новую книгу украинского автора Ларисы Ницой. И в который раз на страницах оживут герои, нарисованные Элиной. По-моему, это первая книга в Украине, где главный герой-инвалид, который все делает, и даже круче, чем обычные дети, и как бы наравне со всеми. То есть это как бы обращает внимание на проблему, и я горжусь этой книгой. А еще Элина помогает развивать фантазию. Художница запустила в интернете еженедельный творческий марафон под названием «День крокодила». Она предлагает пользователям рисовать на определенную тему. Все желающие делятся плодами своего воображения и доказывают, в каждом из нас живет художник. Мария Маркеляна, Эдгар Копытов, Константин Пороскевич, ТВ5. 16 друзей пороха. В одном из вольеров Бердянского частного зоопарка не так давно поселились 17 павианов. После недельной акклиматизации животные вышли на свою первую прогулку. Как чувствуют себя павианы на новом месте жительства, узнавал Игорь Стрельцов. Африканских обезьян привезли из Польши несколько дней назад. Переговоры по передаче стая павианов в Бердянск начались еще в прошлом году. Это павианы-гамадрины, проще бабуины или собакоголовые обезьяны. В июне 2015 года по приглашению Каркского зоопарка от директора Терезы я ездил в Каркский зоопарк. И встречались, общались. И мне Тереза предложила взять себе группу этих павианов-гамадрионов. На прошлой неделе 9 самцов и 8 самок павианов вывезли из Польши. Через два дня животные получили бердянскую прописку. Самой младшей обезьянке 8 месяцев. Самому старшему самцу 15 лет. Вожак этой группы. Зовут его Порох. Но еще раз говорят, я спросил, что так назвали. Они говорят, он Порох, он взрывной характер, как Порох. Я говорю, хорошо, тогда оставляем. В Польше павианы гуляли по снегу и при минусовой температуре воздуха. Сейчас идет процесс акклиматизации. С питанием проблем нет. Павианы всеядны. В их рационе овощи, фрукты и рыба с мясом. В природе животные могут быть весьма агрессивными. Они могут его отогнать даже от своей добычи, которую любят убили кого-то. Могут отогнать и сами это кушать. А охотятся, начиная от кролика, цесарки и заканчивая косулей или антилопой. Несмотря на перемену места жительства, животные чувствуют себя нормально. В зоопарке надеются, что у павианов в скором времени появится потомство. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. История со счастливым концом. Не так давно мы рассказывали о мальчике, который сделал себе футболку из полиэтиленового пакета. На ней он написал фамилию своего любимого футболиста Месси. Его фото обнаружили и сделали хитом сети турецкие любители футбола. Однако никто не знал, кто же этот юный фанат. К поискам подключился и сам Алиан Аль Месси. Всеобщими усилиями герой нашелся в Афганистане и уже получил настоящую футболку с подписью своего кумира. Его зовут Муртас Ахмади и ему 5 лет. Сейчас идут переговоры о том, чтобы счастливый Муртас вместе со своей семьей отправился в Испанию на встречу с игроком Барселоны. А вот будут ли счастливы юные запорожские футболисты, нам расскажет Елена Назаренко. Новости спорта далее. Чемпионат України з легкої атлетики в розпалі. У Мелітополі культивують якутський народний вид спорту, а фігуристи з Донбасу знайшли притулок у Запоріжжі. Це новини спорту. Вітаю вас. Масреслінг – це молодий і динамічний вид спорту, який активно розвивається в Україні. Основоположником цього виду спорту в нашій країні є Мелітополь. Саме в цьому місті у лютому 2015-го зареєстрували Федерацію масреслінгу України. Днями молітопольці стали свідками видовищних змагань з перетягування палиці, як ще називають масреслінг. На базі Мелітопольського промислово-економічного коледжу відбувся Кубок України. Щорік тому чемпіонат України з масреслінгу збирав близько 30 учасників, а зараз їх майже сотня. Активний розвиток цього виду спорту відзначає президент Всеукраїнської федерації масреслінгу Валерій Газаєв. В соревнованнях приймає участь такий цікавий нюанс – 99 спортсменів, з них 12 дівчин і 77 хлопців. Географія турніру нараховує учасників з восьми областей. Окремо команду представляють військові київської частини. Ми з моїм колегом привезли команду, представляюючи військові частини, одну з військових частей міста Києва. Ми провели вже перший турнір київського гарнізону серед військових службівців і відбрали найкращих спортсменів, які у нас є, для участь в Кубці України. Серед дівчат у цьому виді спорту лідерські позиції утримують малітопольці. На Кубку України не було рівних місцевим спортсменкам Аліні Польченко та Ользі Сукач. Ольга не має конкуренції не тільки в Україні. Дівчина вже відзначалася і на світовому рівні. Майже в кожній ваговій категорії у чоловіків було кілька лідерів, тому боротьба була непередбаченою та компромісною. Дуже цікаві весові категорії до 90 кілограмів, до 105 кілограмів, до 80 кілограмів і до 125 кілограмів. Є свої лідери, це і в зборній України, є вже кілька призерів Кубка Міра. Сукач Ольга, Польченко, Аліна сьогодні підтвердили своє звання номер один зборної України, стали обладателемі Кубка України. Відкриттям турніру став Олександр Борисенко. Представник Михайлівки переміг у вазі до 80 кілограмів. Категорію до 70 виграв чемпіон України, рестлер з веселого Олексій Кушнір. У вазі 90 не було рівних Якову Буковнікову з Михайлівки. Найзапекліші поєдинки були у важковаговиків. Тут відзначилися наші земляки Віктор Данилюк та Сергій Покатько. Руслан Левицький, Артем Довжик, Мелітополь, ТВ5. Чемпіонат України з легкої атлетики в Сумах триває. Успіхи демонструють запорізькі бігуни. Одразу шестеро хлопців вибороли право виступати у півфіналі на дистанції 60 метрів. Це Роман Кравцов, Євген Горбачов, Данило Курта, Еміль Ібрагімов, Володимир Павленко і Сергій Костенко. У жінок у півфіналі найкоротшої легкоатлетичної дистанції Олеся Пух. На дистанції 200 метрів до фіналу пробилися Сергій Костенко та Євген Горбачов. Олена Жушман пройшла в фінал на дистанції 800 метрів, а Анастасія Бризгіна посперечається за медалі на 400-метрівці. Багатоборка Ганна Касьянова, яка пропускає зимовий сезон, щоб цілком сконцентруватися на підготовці до Олімпійських ігор, в Сумах вперше цього року взяла участь у змаганнях. Спортсменка бігла 60 метрів з перешкодами і переконливо виграла свій забіг. Тим часом чоловік Ганни вдало виступає у змаганнях семиборців. Олексій Касьянов показав кращий результат в бігу на 60 метрів з бар'єрами, в секторі стрибків у висоту та штовханні ядра, і третій – в стрибках з жердиною. Артур Суюнов у всіх цих видах був першій п'ятірці, після шести видів семиборства лідирує Олексій Касьянов, а Артур Суюнов – третій. Багатоборці розіграють медалі вже сьогодні ввечері після заключного виду програми бігу на тисячу метрів. Хто хоч раз вдягнув ковзани, той назавжди закохається у фігурне катання, переконані ті, хто займається цим красивим видом спорту. Хоч у Запоріжжі перспектива для його розвитку невелика, закохані у фігурне катання займаються нім попри всі обставини. Як же зараз тренуються наші фігуристи і чим займалися, поки у Запоріжжі не було льодової арени, дізнавалася Оксана Якименко. Одним із екзотичних видів спорту у нашому місті можна вважати фігурне катання. Попри те, що ковзанки у Запоріжжі не було чотири роки, цей вид спорту розвивався. І сьогодні місцеві фігуристи вдало виступають на обласних та всеукраїнських змаганнях. Катерина професійно займається фігурним катанням. Поки власного льоду у Запоріжжі не було, дівчині доводилося кожній вихідні їздити на тренування в Дніпропетровськ. Втім, бажання перебороли всі незручності. Навіть з таким графіком тренувань Катя вже зуміла виконати норматив кандидата в майстри спорту та спробувати свої сили у парному виступі. Зараз спортсменка разом з тренером готується до Чемпіонату України, а в її спортивній колекції вже є солідний комплект нагород. Я зайняла третє місце на Кубці України в місті Луганськ. Зайняла вторе місце на Кубці України в Дніпропетровськ. І там вже отримала кандидат в майстер спорту. Секція фігурного катання з'явилася у нашому місті більше місяця тому. Зараз майстерність на льоду відточують три десятки дітей. Сьогодні Запоріжжя приймає навіть спортивних біженців зі сходу України. Тут відточують майстерність фігуристи-переселенці з Донецької та Луганської областей. А ще місяць тому запорізцям самим доводилося займатися в приймах. Та попри те, що в нашому місті чотири роки не було жодної ковзанки, запорізькі спортсмени виступали та представляли рідне місто на змаганнях з фігурного катання. Не стало катка, але ми не здавались. Ми їздили в Дніпропетровськ на протягом трьох років. І знову знову каток відкрився, ми прийшли. Сьогодні у групі Тетяни Слободянюк здебільшого початківці. Зараз малеча вивчає основи цього спорту. На тиждень спортсмени мають по два тренування на льоду, а ще два дні відвідують спортивну залу. Там відпрацьовують складні елементи. За словами тренера, таких занять для новачків поки що достатньо. Хочеться вірити, що фігурне катання в нашому місті явище не тимчасове. Сподіваємось, в майбутньому в Запоріжжі побудують хоча б ще одну ковзанку. І з'являться спеціальні майданчики для занять цим видовищним, а головне – олімпійським видом спорту. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Андрій Снісаренко, ТВ5. За неспортивною стороною життя запорізьких спортсменів ми традиційно спостерігали в соціальних мережах протягом всього тижня. Добірка найцікавіших фото далі до вашої уваги. З трибуни у воду продовжують насолоджуватися неймовірними краєвидами Бразилії. Вікторія Кесар, Максим Долгов та їх наставниця Ірина Журавльова тестують шикарні пляжі Ріо-де-Жанейро і, судячи з усього, чудово проводять час. Що ж, спортсмени мають на це повне право, адже днями принесли Україні ще дві олімпійські ліцензії. Тим часом запорізькі теквондисти діляться враженнями від Об'єднаних Арабських Еміратів, куди вирушили прямо з Туреччини. Дар'я Яковлева, Тарас Мальченко, Владислав Ярмачик і їх наставник Андрій Яковлев милуються архітектурою міста Фуджейра та не забувають про шопінг. До речі, з Еміратів спортсмени везуть не лише сувеніри, а й дві бронзові медалі міжнародного турніру. З теплих країв до лютневого Запоріжжя. Володар олімпійської ліцензії Сергій Фрулов готується до чергових стартів у відкритому басейні школи вищої спортивної майстерності. Так і хочеться спитати, Сергію, як водичка? Чемпіон світу з боротьби Жан Беленюк провів тиждень у компанії чарівних дівчат. Харизматичний спортсмен, в котре давав інтерв'ю відомій телеведучій Катерині Осадчій та знайомився зі збірної України з художньої гімнастики. Каїва завжди оточує прекрасне. Я на цьому прощаюся. Бажаю вам активних та позитивних вихідних. На все добре. Рисувати любять всі. А починаючі художники, як правило, іщуть нові методи самовираження. І іноді для цього вибирають дуже неожиданне рішення. Жительниця Австралії Емі Херман зайшла на кухню і побачила з голови до ног розрисовану маркером младшу дочь. Рядом стояла автор этого шедевра – старшая сестра разукрашенной малышки. На вопрос мамы о том, что это такое, юная художница спокойно пояснила – она очень любит зебр. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите. главред – tv5.zp.ua. В студии работала Вер Белышев. Всего доброго!